я вас всех приветствую народ прибыл я на джандир завод запчастей не сам как бы техники а именно завод и здесь буду грузить какой-то не габариты еще не знаю что именно но написано как какая-то запчасть которая репеерки то есть что-то какой-то ремонтный комплект я не знаю что за ерунда но так документах написано неважно в общем посмотрим что там будет но видите здесь запчасти и куча лежит винты всякие пропеллеры железяки так что сейчас буду заезжать свою дверку под номером 90 99 она сказала да на и на это я заговорился и забыл на генами на не секс на генами на если сейчас найдем это большая должна быть не габарит будет груз в общем сейчас я победу я вам покажу все но это вот такой вот у них здесь местечко здесь огромное здание сам этот вархаус склад и вокруг склада наложено всяких запчастей панели для комбайнов наверное для тракторов с другой стороны здания как а вот сюда поехали проехать окей колеса большие маленькие ловись колесо большое ловись колесо маленькое тесновато тут у них вон дверь 99 широкая это моя в самом углу зеркало там машин загрузили лоуд груз сейчас я вам немножко объясню смотрите вот он мусорка стоит я туда выкидывал вот этот тарп потому что я сказал что он порвется он и порваны весь дороге он разорвется весь а потом отвечать будут дороги я сейчас его снимаю или платите за то чтобы его накрыл у меня тарпа большого нет с собой как бы облома не говорит а снимай ничего страшно как бы это уличная тема с нормально ну ладно я снял как заводил туда выкидывал этот брезент клеенка ребята только замчастей валяется нулячих в эти контейнеры сердце кровью обливаете это мусорка как бы за лесу чтобы закидывать клеенку затянуть а там новые шланги упаковочка все лежат просто обалдеть вот почему цены такие найти все технику потому что у них проверка идеально где-то маленькая мелочь не выкидывает на я не знаю почему ладно быстренько объясняю жара на улице на смотрите ребят вот такая вот эта ширина 12 фит в длину 13 6 фит я ехал за грузом он должен был 13 6 быть шириной 12 длиной должен был стать поперек когда я приехал посмотрел на него ребят я вывести не буду почему если поперек поставите лыжи кончаются вот где то есть вот эта часть просто на прицепе будет прицеп заканчивается здесь вот где-то заканчивался вода она просто висела бы даже ну где-то вот здесь поперек стоял я это не безопасно я вести такого не буду и это часть будет свисать половины то есть он бы стоит только на нескольких таких квадратика эйрон этот бакс скру сваренный так чтобы он стоял длину для этого вот эти вот квадраты переварены на них стоит на 4 квадратах на 4 опора стоит весь груз игры ли вы мне груз всего как положено или я у не беру в чем проблема у них у них форк лифт который может поднять этот груз то есть по 12 6 200 груз форк лифт который может его поднять он не влазит в эти вот дырки их него и ноте вилы не влазит ширина вил здесь чуть чуть уже чем вело получается когда он уберет спереди он вилами берет вот сюда вот вот вилами туда и конец вилы касается вот в ту железяку таким образом он может поднять весь груз вся тяжесть груза находится в этом центре поэтому они приварили здесь еще две трубы чтобы сбоку его брать он горит я сбоку не могу взять то что здесь вилла упирается если он подни спустится до виллу она упрется вот в эту вот квадрат проф трубу и туда а с этой стороны некуда и будет вообще подниматься видите как бы она будет воздух поэтому он не мог боком взять двумя форк лифтами у них безопасность не позволяет то есть не менеджер сказал нет и все то есть не безопасно мы не будем таким заниматься у них есть кран-балка внутри для кран-балки у них не хватает высоты в здании чтобы поднять эту всю байду и чтоб я подъехал прицепом и у них недостаточно стропов чтобы зацепить краном загрузить получается такая петрушка что ничего не могли сделать вызвали тут целую бригаду народу целая делегация стояли тут думали чего гадали и решили заказывать кран и краном грузить на улице она уже начал звонить кран заказывать я думаю минуту время как бы они оплатят мое время себя буду стоять но сегодня четверг хотелось бы домой попасть нужно завтра побыл бы дома через дом идет груз и в субботу поехал туда на разгрузку вас понедельник разгрузился как бы день тоже не охота терять что происходит я просто вспоминаю что у меня откидывается передний гусь представляете я попросту забыл за это все я говорю ребята стоп все все отменяем я снимаю гуся и ты прям передом подъезжаешь вот ну как он грузил его и прям так его и ставишь край прицеп и они так обрадовались додумался до этого очень люблю когда клиент рад доволен то есть я им кучу денег сэкономил себе время сэкономил одним словом одни плюсы получились и при этом что ширина уже теперь мне не нужно пилот сопровождение брать мизури таким образом я экономлю себе 300 баксов понимаете не плюс меньше от до объезда будет проще ехать будет таким образом я сэкономил им деньги себе деньги сэкономил общем сделал всем приятно я доволен конкретно и у меня еще кучу свободного места я очень легкий всего 6 тонн поэтому катя сетрушка моя ищет нет до загруз сегодня-завтра могут еще до загруз возьму какой-нибудь на техас и попрем попрем они платят так более-менее средняя цена поэтому если до загруз возьму и вообще буду шоколадно ехать такие вот дела господа так что все сработало все хорошо просто отлично ну и все все сайны все готово там писал не по поводу вывески у меня задней что у меня вывеска что у меня вывеска черная я поставил новую вывеску специально для вас без подколов чисто реально взял достал новенькую думаю ну пусть будет красиво все просто мне хотелось поглядеть сколько выдержит вывеска старая два года гонял ее два года прежнюю гонял она потерялась эту тоже два года гонял хотел поглядеть сколько они выдерживают ну ладно кинул новенькую чтоб смотрелось немножко покрасивее все народ высота у меня легальная все ширина у меня 12 закрепил я такими строп этими трещотками напрямую к прицепу за четыре угла здесь чуть не хватило трещотка покороче листик цепок дал так четыре угла четыре точки это больше чем надо и полетели полетели домой дома делаю дела и субботу выезжаю пятки комбайны шпарят похоже такую штуку я везу для этого комбайна по крайней мере так выглядят еще один шпарят это DMC большая компания если не ошибаюсь айва они находятся в айва у них много треков латбеды стендеки обои довольно таки часто встречаемая компания тоже наверно на этот на техас шпарят сегодня воскресенье я чуть-чуть припоздал я должен был вчера выехать не получилось еду сегодня сегодня должен был выехать очень рано утром опять же не получилось ничего будем догонять свое время без лишних остановок надеюсь что все получится нормально да я получается везут как раз такие вот штуки которые они все-таки это другие штуки но похоже по крайней мере хотя не это она есть она открывается как раз это и есть вот эта штука для такого комбайна прикиньте вот эта задняя штучка потому что я не заметил что она открывается вот это где я говорил что он открывается что бейлор вывалился она как открывается и сверху ложится на дек этого комбайна вообще прикольно погодка нормально 30 градусов тепла и сильно истинно время уже обед даже не обед уже часа наверное три дня плюс минус а я еще в мизури еду еще валить 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 и валить всего могу ехать сегодня до 9 вечера и потом заканчивается солнышко садится и надо идти отдыхать нельзя с негабаритом ехать ночь народу скажите мне такое явление вы видите деревья вот по какой-то кромку до завязки завял и да ял и завязки видите четкая линия что могло этому послужить и я уже на протяжении я не знаю километров 15 на наеду и вот так вот деревья посмотрите и дальше все нормально все это не то что там затопило здесь да допустим вода была и этот уровень леса как бы под водой было он не цветет это у нас так мизури происходит когда река сходит сейчас развелась начинаете потихонечку сходить вот остается такая вот линия где деревья под водой были у них листья не росли что здесь могло такое сделать смотрите дальше уже все нормально видите за линии то есть вот чисто от дороги и четкая линия какой-то газ тут находился или что которое убило деревья или кто может объяснить это очень интересно прям впервые такое вижу и задался таким вопросом и не могу понять от чего это везде вся дорога все нормально а вот здесь смотрите четкая коричневая линия вообще удивительно или это просто грязь да нет листья реально засохшие висят да то есть это вы можете дорогу чем-то помыли какой-то гадостью или или могло ли это быть ребят асфальт новый положили новый асфальт и когда его клали вот это машинке машины работали и сильный жар был асфальта и он сжег листву могло это послужить наверное все таки это связано как-то с ремонтом дороги да я не знаю не похоже что асфальт прям такой уж нулячи что его вот положили сразу после того как деревья позеленели асфальт уже весь потрескан и он здесь лежит уже несколько лет нет что-то странное что-то очень странное поделитесь своими впечатлениями в комментариях вот ну а тот кто знает напишите что знаю точно вот так вот так вот так реально интересно просто капец продолжаю ехать сегодня уже у нас понедельник сегодня вечером буду на месте завтра разгрузка должен был сегодня разгружаться но просто поздно выехал так что перенес загрузку на завтра разгрузку извиняюсь не загрузку разгрузку а так полет идет отлично дождик вроде более-менее закончился как бы еще мокро здесь был недавно но сейчас не идет приятно ехать духотища конечно на улице хоть и температура смотрите 24 в сторону душно очень вот смотрите чуть дальше от дороги нормально видите туда левее а вот правее близко к дороге все все горячего вообще я не понимаю от чего смотрите прикол overload size я в инстаграм скинул фотографии один мой подписчик такой пишет что то говорит неправильно там написано от тебя на бампере перепутал буквы ну вот эти вывески должно быть oversize load а у меня overload size ну я так и не поменял что то неохота уже вроде никто не трогает никто ничего не предъявлял так что доеду уже осталось тут не так много а потом просто сниму заехал тут просто покушать остановился во марте вообще сейчас опасно во марте останавливаться они стали сильно гонять тикеты выписывают ну как тикет они вешают вешают или на колесо был дыжник такой что вы уехать не можете на этот и потом получается вы не можете тронуться нужно снимать его снять они там 500 600 долларов 700 баксов заставляют платить также вешают два типа два типа вроде ну насколько я слышал только два типа может быть больше придумали уже чего в общем два типа этих наклеек на лобовое стекло одна огромная такая желтая чтобы уехать не можете пока не снимите а другая какая-то небольшая но она наклейка как наклейка ее просто тупо наклеивают ее можно сорвать но когда вы ее срываете она портится и потом вам предъявляют за наклейку и предъявляют за то что вы парковались моего друга штрафовали на 1200 долларов ну как бы его водитель остановился ему наклеили он взял сорвал выкинул и уехал а там редко срываешь все равно какая-то штучка остается маленькая она как gps ему позвонили сказали что ваш тракт там-то там-то был припаркован там-то там-то он находится как бы и вы сорвали эту штучку испортили нам этот сенсор мол теперь платите 1200 долларов так что очень опасно на ночь парковаться на этих валмартах поэтому я стараюсь на них не парковаться ну а так зайти покушать как бы я думаю проблем не должно быть ну по крайней мере у меня пока не было слава богу доброе утро народ спрашивают почему траки не глушим смотрите температура на улице пять утра пять часов утра на улице жара все тарабанят никто не глушит траки потому что сейчас слишком жарко смотрите мы тут встали какие красавцы кеша многовосник и два петруни и еще камаз с нами рядом смотрите вот это с трех траков получается с кеша тоже да да вот с кеша видите вода еще с этого петруни с меня смотрите сколько воды натекло за ночь с кондиционера прикиньте конкретная лужа течет с кондиционером или это фрик этот как он говорит тасол не не это реально вода а вот здесь два пацана тормознули бедняги как они там поместились в этом спальнике вдвоем жесть я им очень сочувствую думаю кто ночью там хлопает а это вот этот грандулет хлопал ночью у него что-то с этим с воздухочистителем постоянно хлопает а вот этот зверюга смотрите у него база длиннее чем у меня тоже стоим нос в нос четенько стоим вместе идеально ровно и у него колесо смотрите на сколько дальше моего у него длиннее база чем у меня даже тоже с лоу боем ну кеша конечно здесь гигант мы с лоу боем и так подсадчики по сравнению с кешей он конечно пустой к сожалению четыре оси серьезная техника да ну почему у него колесо заднее ну опущенное я не знаю это нелегально я имею ввиду вот этот вот четвертая ось это нелегально чтобы она была на земле потому что у него получается прицеп длиннее чем вся тройка иду умываться кушать и вперед мне надо 8 быть на разгрузке мне еще полтора где-то около двух часов ехать город хьюстон скребет небо небоскребами небоскребами удивительно что меня с негабаритом послали прям через этот через центр города во городок как на ладоньке чих-чих как будто здание дымят Продолжение следует... 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 Я не говорю о простых, легких грузах репера или еще что-либо. Они больше беспокоятся, какой у них расход и все такое и тому подобное. Нам, тем, кто таскает тяжелые груза, хотя я еще не такие тяжелые таскаю, но все же. Негабаритчикам расход, хоть ты, я не знаю, на самом аэродинамичном машине, траке в мире ездит, ты все равно не будешь иметь хороший расход. Поэтому никто не парится за это. Просто берем груза, которые стоят нормальных денег и пошел работать. Ну, красавцы, погнали. Удачки вам, ребята. А, так они, походу, даже на Джандир работают напрямую. Смотрите, Чапрс Джандир. Да, они напрямую на Джандир работают, поэтому у них работа есть. Я имею в виду в том смысле, что прицепы спешила. То есть только для такой вот техники. Такие вот они берут высокие есть. Вот пикеры, вот эти вот, видите, огромные стоят. Вот он. Вот этот байда, который я привез, она идет как раз на вот этот вот, на вот эту вот ерунду. Пикеры. То есть они подбирают, что-то как-то они называются по-русски. Не знаю, как, но пикерс называют. Чей, не чей пикерс. Я не знаю, что за пикерс, но они подбирают или картошку, или еще что-то с земли, я предполагаю. И, в общем, они возят такие вот пикеры. Они получатся очень высокие, чтобы колеса не спускать, ничего такого не в прицепе сделали. Видите, такие вырезы. И получается, что ты его загрузил, а он по высоте легальный пошел. Так что, такие дела. Разговиком касается земли. Ямочку попал. Ладно, ну а я сдаю назад, сейчас меня будут разгружать, народ. Так что, все отлично, добрался, слава богу, хорошо, без каких-либо происшествий. Сейчас буду показывать вам разгрузку. Субтитры сделал DimaTorzok Комбайн, который, для которого я привез не именно этот, а для которого я привез этот штучку. Сюда вот смотрите, он собирает катон, оказывается. Видите, такие пальчики, и они собирают катон. Прикольно. Это Cotton Picker называется. Катоновый подбиратель. Интересно очень. Видите, все закрыто мелкими этими сетками, чтобы катон туда не летел. Такие трубки. Они, видимо, вакуумом тащат туда. Ну, вообще просто. Человек-удивительное существо. Бог дал нам ум, а мы вот придумываем люди, имею в виду мы люди. Такие вот всякие штучки. Представляете, вот как-то все это работает, все собирает. Очень прикольно. Вот он, видите, весь мой груз на палете, этот железный палет, такой поддон. Все, господа, всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии, спасибо за оценку. Я пока не имею второго груза, ну, вернее, очередного груза, ничего найти не можем. Цены слишком низкие. За копейки неохота гонять свою машину, поэтому я через дорогу переезжаю на трак-стоп и ложусь спать. Мало отдыхаю. Поэтому пойду посплю, пока сестренка ищет мне груз. Такие вот дела. Всем спасибо огромное еще раз. На улице жарище. Знаете, не такая пекла, а как духотище. С меня льется вода, потому что душно. На улице в районе 30, 29, 30 где-то градусов. То есть нету такой пекла на голову. Но очень сильная эта влажность. Обычная влажность. Такие вот дела. Я уже весь мокрый. 31 на улице, на 1 градус вообще-то. Так что в салоне так хорошо, я вам говорю. Ой, как хорошо. Вот дверь открываете, потом закрываете, начинают потеть датчики, потому что они холодные. На них попадает влага, она сразу на них начинает налетать. Ладно, всего хорошего. Всем пока.